Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Александр Сергеенко. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви, секретарь Совета Экспертов Патриаршей Литературной Премии имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, Игумен Ефимий Моисеев. Здравствуйте, батюшка! Добрый вечер! Вот с 1 июля в силу вступает постановление Священного Синода о том, что вся православная литература, которая должна продаваться в церковных лавках и церковных магазинах, должна пройти рецензирование и получить гриф. Вот сегодня мы поговорим о рецензировании православной литературы. Правильно, да, я сказал? Да, да, совершенно верно. А что такое рецензирование православной литературы? Рецензирование – это процесс, который отныне должна будет проходить каждая книга, издатель которой хочет, чтобы эта книга продавалась в сети церковного книга о распространении. Действительно, за последние 20 лет сложилась такая ситуация, когда фактически каждый человек, каждый гражданин имел право издавать то, что считает нужным. И все это предлагал на церковный рынок. К счастью, было очень много хороших, качественных изданий, но, к сожалению, при этом нужно отметить, что были и не совсем удачные издания, были издания, мягко говоря, непрофессиональные. А подчас и такие, которые искажали либо вероучение православной церкви, либо позицию русской православной церкви по тому или иному вопросу. И совершенно очевидно, что назрела необходимость навести порядок в этой сфере. Поэтому в 2009 году было принято решение о том, что все издательства, которые предполагают распространять свою продукцию через систему церковного книгораспространения, должны прежде свои книги грифовать, то есть получать разрешение не на издание, прошу заметить, а именно на распространение этих книг в церковных магазинах, в церковных лавках. И уже с 2009 года этот процесс запущен и в настоящее время уже идет полным ходом. Практически все издатели, которые работают на церковном книжном рынке, проводят экспертизу своих изданий в издательском совете, или в издательском совете русской православной церкви, или в издательском совете белорусской православной церкви, украинской православной церкви, православной церкви в Молдове. Так что задача заключается в том, чтобы на всей канонической территории русской православной церкви, в храмах нашей церкви, в монастырях, в церковных учреждениях, Так везде, куда бы ни пришли православные верующие люди, находящиеся в поисках веры, в поисках каких-то ответов на свои духовные вопросы и запросы, чтобы они получали именно ту литературу, в которой адекватно излагается позиция церковная по тому или иному вопросу. Давайте, прежде чем мы будем углубляться в тему, расскажите, что такое издательский совет и чем он занимается? Издательский совет это старейшее церковное синодальное учреждение, которое было создано еще в 40-е годы и на настоящий момент это единственное синодальное учреждение, которое при этом является коллегиальным органом. То есть в издательский совет входят представители крупнейших издательств, это издательства и епархиальные, и монастырские, и в том числе и частные издательства, которые издают православную литературу. Также в издательский совет входят представители, как я уже упомянул, Украины, Белоруссии, Молдавии, а также зарубежной церкви. То есть это коллегиальный орган, который наделен высшими полномочиями в сфере церковного книгоиздания. Так что это действительно, можно сказать, уникальное такое учреждение, которое с 2009 года, можно сказать, вступило в новую фазу своего бытия. Несколько раз в году проводится заседание издательского совета, в котором принимают участие все члены. Кстати, здесь я должен заметить, что члены издательского совета избираются на три года, потом они могут быть переизбраны, или вместо них могут быть избраны другие члены. А, соответственно, в промежутках между этими заседаниями текущую работу выполняет аппарат издательского совета. Собственно говоря, в том числе работу по, текущую работу по рецензированию, по работе с издателями, авторами, писателями. Вот это все лежит на плечах сотрудников аппарата издательского совета. А кто входит в состав коллегиальный? В первую очередь главы и представители крупнейших издательств. Ну, я могу некоторые перечислить, я думаю, что православные читатели наши хорошо знают эти издательства. Это в первую очередь издательство Сретенского монастыря, Даниловского монастыря. Это издательство ДАР, очень известное и выпускающее большое количество православной литературы. И так далее. Это представители издательских отделов, которые существуют при синодальных учреждениях, при миссионерском отделе, например, при учебном комитете. При отделе по религиозному образованию и катехизации. То есть, фактически каждый синодальный отдел, который ведет издательскую деятельность, принимает участие в заседаниях издательского совета. Или на уровне председателя отделов, или на уровне представителей. Таким образом, это очень репрезентативный орган. Кстати, в состав издательского совета входит также глава Церковно-научного центра православная энциклопедия. Так что, действительно, этот орган уполномочен решать очень важные вопросы в сфере книгоиздания. У нас сейчас Архангельск на связи. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Батюшка, а как ты здесь современным авторам духовно-православной жизни? У нас есть такое великое наследие древних отцов, святых церкви, более-менее современных Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник. А зачем нам вообще нужны современные авторы о православной жизни духовной? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, те же святители Игнатий Феофан когда-то были новыми авторами для своих современников, для представителей своего поколения. И вообще наличие современных авторов, которые создают духовную литературу, как раз-таки говорит о том, что вот эта великая духовная традиция христианская, она продолжается. То есть она не умерла, она не представляет собой только предмет для исследования специалистов, филологов или богословов. Это традиция, которая живет и развивается, которая в современных условиях также себя проявляет. Поэтому, может быть, сегодня еще мы не способны в полной мере оценить размер таланта того или иного автора. Возможно, уже последующие поколения это сделают. Но, конечно, мы не можем не радоваться тому, что такие авторы есть. Есть их, конечно, немного, но они существуют, да, они, в общем-то, известны и специалистам, и тем, кто интересуется духовной литературой. Так что я вижу в этом залог преемства традиции, великой письменной традиции христианства, я бы так сказал. Но при всем при этом язык развивается, в общем-то положение в государстве меняется, менталитет тоже, в принципе, претерпевает некоторые изменения. И современные авторы в рамках существующей обстановки высказывают, собственно, наверное, те же мнения, которые ту же, так сказать, информацию пересказывают, которая была и раньше. Можно так сказать? Дело не только во мнениях. Дело в том, что они на современном языке, понятном, современному читателю излагают вечные истины христианства. Вот это очень важно. Подчас в совершенно таких неожиданных формах. Это могут быть и такие жанры, которые, допустим, раньше как-то были невостребованы, так скажем, в духовной литературе. В частности, это художественные произведения, романы, повести. Вообще, вот сейчас идет целая дискуссия среди филологов вообще о том, что такое православная литература. Отличается ли она чем-либо таким существенным от светской литературы? Вообще, насколько уместно это противопоставление? Вот действительно, если мы посмотрим на XIX век, когда, в общем-то, практически все наши писатели возрастали в лоне христианской традиции, даже если они протестовали против, или выступали против церкви, как тот же, например, Лев Толстой. А вот все равно, как писатель, он сформировался в лоне христианской традиции, православной традиции, очевидно совершенно. Сейчас совершенно иная ситуация. То есть мы живем действительно в таком мультикультурном обществе. Да, конечно, у нас значительная часть наших соотечественников, по милости Божией, продолжают оставаться православными, но есть люди, исповедующие другие взгляды. И все это, конечно, накладывает отпечаток и на общественное сознание, и на литературу в том числе. Поэтому я думаю, что уже применительно к нашей эпохе вполне уместно говорить именно о православной литературе как об особом таком явлении, об особом феномене, так сказать, в русской литературе. И вот как раз-таки в рамках Патриарша литературной премии, о которой мы еще сегодня поговорим, как раз-таки мы пытаемся выявить тех писателей, тех авторов, которые своим творчеством вносят вклад в развитие именно православной литературы. Ну, все-таки еще о рецензировании. Печатным изданием будет даваться гриф. Только ли печатным изданием? Не только печатным изданием, но также видео и аудиопродукцией. То есть диском, фильмом, аудиокнигом. Да, вот всей той продукции, которая может попасть на прилавки церковных лавок и книжных магазинов. А гарантом чего является гриф? Гриф, очень хороший вопрос, кстати. Гриф является гарантом того, что в данном произведении или в данной книге церковная позиция изложена адекватно. Что имеется в виду? Ну, конечно, есть очень авторитетные тексты, начиная с текстов священного писания, святых отцов, подвижников, благочестий, учителей церкви и так далее. Но есть, например, ряд текстов, ряд произведений, авторы которых, ну так скажем, полемизируют по каким-то вопросам, ну, например, друг с другом, да, хотя бы. Скажем, есть богословы, занимающие разные точки зрения по одному и тому же вопросу, да, или, скажем, полемизирующие там, так сказать, с государством, с обществом, там, с представителями инославных церквей. Но если они излагают свои взгляды корректно, да, так сказать, и богословски корректно, и в плане подачи, так сказать, и изложения своего материала, то, соответственно, такие книги могут вполне получить гриф изнательского совета. У нас сейчас Липецкая область на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Да. Я хотел бы спросить, вот, представили хотя бы по уездным городам в лавках, при церквях организовать, ну, как бы сказать, каталоги для соотеческой литературы? То есть, совершенно официально от патриархии присылать туда эти каталоги и ежегодные дополнения к этим каталогам. Причем в этих каталогах особо, ну, как бы выделять свято-отеческую литературу отдельно от комментариев и современных. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я могу в ответ на этот вопрос сообщить о том, что с конца прошлого года при изнательском совете издается специализированный журнал, который так и называется «Православное книжное обозрение». Поэтому те, кто, те читатели, которые хотят получать своевременную и, опять-таки, вот адекватную информацию о книжных новинках, могут просто подписаться на этот журнал и получать его, ну, просто по почте. Вообще составление каталогов – это очень важное направление и очень важная часть библиографической работы, которая, опять-таки, ведется в изнательском совете. Пока, может быть, это направление еще у нас, скажу откровенно, находится только в стадии формирования, но уже эта работа ведется. Это трудоемкий процесс. Это очень такой сложный процесс, тем более, что, к сожалению, вот за последние годы наша отечественная библиографическая школа, которая была достаточно сильной, к сожалению, она очень такой серьезный, ну, как бы, ущерб претерпела в силу известных причин, да, поскольку в библиотеках, ну, так сказать, у людей там низкие зарплаты и так далее. Вот, поэтому сейчас мы предпринимаем ряд шагов для того, чтобы поставить в изнательском совете библиографическую работу на должном уровне. И вот, собственно говоря, как я уже сказал, очень важным проектом в этой сфере и является издание профильного журнала, которое так называется «Православное книжное обозрение». В этом журнале присутствуют разделы «Книжные новинки», там публикуются рецензии на, так сказать, наиболее интересные книги, которые выходят в «Православных издательствах». Поэтому, вот, могу посоветовать вам просто ориентироваться на этот журнал, может быть, на него подписаться и следовать тем рекомендациям, которые дают библиографы издательского совета. Московская область у нас на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Добрый вечер, батюшка, благословите. Добрый вечер, Бог благословит. Батюшка, у меня вот вопрос по поводу книги епископа Варнавы Беляева «Основы искусства святости». Знаете, она вот была один раз в четырех томах издана в Нижнем Новгороде в 2003, что ли, году. И вот один или два раза в одном томе была издана тоже в Нижнем Новгороде в 2008 или 2009 году. А каждый, кто читал эту книгу, как бы сказать, свидетельствует, что пользу ее трудно переоценить. Вот что-то есть, какие-то мысли по поводу этой книги в издательском совете в Русской православной церкви? Я очень хорошо знаю эту книгу, читал ее еще в репринте, точнее в самоиздате, да, в начале 90-х годов, еще до того, когда появилось вот это издание, о котором вы упоминаете. Книга действительно замечательная, хотя личности, судьба автора, ну, такие как бы непростые, да. Но вне зависимости от того, ну, немножко, так сказать, абстрагируясь от личности автора, да, епископа Варнава Беляева, следует признать, что, конечно, это произведение является, безусловно, заслуживающим самого серьезного внимания. Да, если оно будет подано на рецензирование в издательский совет, я думаю, что проблем не возникнет никаких. И более того, мы ждем, что или те же издатели, которые уже издавали, или, может быть, какие-то другие, возьмут на себя труд переиздания этого произведения, которое действительно способно принести большую пользу. Действительно, епископ Варнава Беляев – это один из таких замечательных духовных авторов 20-го столетия, несомненно. Давайте подробнее о грифах, какие они бывают. Пока у нас существует два грифа. Первый гриф – это «По благословению святейшего патриарха Московского всея Руси». Этот гриф, согласно решению Священного Синода, присваивается наиболее авторитетным текстам и наиболее важным изданиям. Это издание Священного Писания, это издание официальных документов Русской Православной Церкви, поместных архиерийских соборов, Священного Синода и так далее. А также, в порядке исключения, этот гриф присваивается тем издательским проектам, которые получили личную поддержку Святейшего Патриарха. То есть, действительно, бывают такие выдающиеся издания, издательские проекты, которые имеют общее церковное значение. Поэтому, опять-таки, в этом случае издательский совет выносит соответствующее заключение, и Святейший Патриарх принимает окончательное решение. Также, гриф по Богословению Святейшего Патриарха присваивается всем изданиям, которые издает издательство Московской Патриархии. Это наше официальное церковное издательство, которое издает главным образом богослужебную литературу, календари, а также имеет свою книжную издательскую программу. И, будучи официальным церковным издательством, оно имеет вот эту привилегию, если можно так сказать. Другой гриф, который присваивается в настоящее время остальным изданиям, это «Рекомендовано к публикации издательским советам». То есть, этот гриф присваивается тем книгам, которые успешно прошли рецензирование в издательском совете, и, соответственно, получили этот гриф. Однако сейчас, как раз-таки, на последнем заседании издательского совета, которое у нас в конце мая состоялось, обсуждался вопрос о том, чтобы несколько расширить систему грифования. И, может быть, наряду с грифом рекомендовано к изданию ввести также гриф, допущенный к распространению. Потому что, как я уже сказал, существует большое количество хорошей, я бы сказал, добротной литературы, которая напрямую не имеет отношения к какой-либо церковной или православной тематике. Ну, элементарно, русская классическая литература или художественные произведения современных авторов, или, например, зарубежных авторов, или, скажем, какие-то труды или богословские произведения тех авторов, которые излагают интересные концепции какие-то, или богословские теории, имеющие право на существование, вне всякого сомнения, но которые церковь совершенно не обязана рекомендовать, так сказать, к распространению или к изданию. Да, то есть, поэтому сейчас этот вопрос обсуждается. Возможно, что со временем система грифования будет несколько усовершенствована. У нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Откуда вы? У меня такой вопрос, уважаемые собеседники. Дело в том, что сейчас книги очень дорогие. Так. Прошу вас, возьмите во внимание, надо делать, как и раньше книги, вот в 90-х годах. Они были на бумаге простой, макулатурной. А ведь по 200-300 лет, я вот езжу по монастырям, и очень тяжелая литература. Литература хорошая, но она непокупна. Простите меня. Спасибо, да. Это, да, это, можно сказать, это не вопрос, это крик души, скорее, такой, да. Конечно, мы об этом прекрасно знаем, да. Это уже, в общем-то, вопрос, скорее, не к издательскому совету, это вопрос к издателям, которые ориентируются на ту или иную читательскую аудиторию. Но, вообще-то говоря, насколько мне известно, целый ряд издательств ориентируются именно на ту читательскую аудиторию, которая имеет достаточно скромные возможности в плане приобретения. И при этом также хочу отметить, что в издательском совете существует проект создания электронной библиотеки. Да, то есть, вот этот, опять-таки, такой общецерковный проект, который предполагает создание электронной библиотеки, которой мог бы пользоваться каждый читатель, возможно, ну, не имеющий, ну, например, там заключенный, да, там человек сидит в местах лишения свободы. Да, чтобы он имел бесплатный доступ вот к этой библиотеке. Другое дело, что само создание этой библиотеки довольно дорогостоящее дело. Но я надеюсь, что все-таки мы сумеем найти необходимые ресурсы, поскольку, конечно, ожидания наших читателей велики в этом плане. И все-таки какие издания не будут допущены к грифованию? Ну, порой как бывает, вроде бы все хорошо, но вот одно что-то не позволяет. Может такое быть? Конечно, и, так сказать, далеко не все книги, которые к нам поступают на рецензирование, получают гриф издательского совета. Ну, как я уже сказал, что, так сказать, какие книги не могут получить данный гриф? Книги, в которых, ну, например, содержится мнение, которое напрямую противоречит позиции, например, русской православной церкви по тому или иному вопросу. Я уже не говорю о тех книгах, которые искажают православное вероучение. Да, соответственно, они никогда не получат гриф и так далее. Но при этом я хотел бы отметить, обратить внимание наших зрителей на то, что издательский совет все-таки не является цензурным комитетом. И он никому ничего не запрещает издавать. В конечном итоге, если человек непременно хочет издать ту или иную книгу, он имеет полное право это сделать. Но при этом церковь оставляет за собой право допускать или не допускать ту или иную книгу в церковной лавке, имея в виду, прежде всего, духовную безопасность верующих. То есть, если человек очень хочет издать, ну, пожалуйста, он может бесплатно распространять, он может распространять в светских книготорговых сетях. Это уже его дело. Но еще раз повторяю, что церковь оставляет за собой право быть на страже духовного здоровья, духовной безопасности своих верующих, своих чад. Это ее прямая задача и прямая обязанность. Вы уже упомянули про Патриаршую премию. Давайте поподробнее. Во-первых, что это такое? Патриарша литературная премия имени святых и вонапостанных Кирилла и Мефодии была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха. И, как я уже сказал, основная задача этой премии – выявлять и оказывать поддержку тем писателям, которые вносят вклад в развитие русской литературы, православной русской литературы. И тем самым, опять-таки, вносят вклад в укрепление традиционных устоев нашего общества. Это основная задача этой премии. В этом году, в 2011 году, состоялся первый премиальный сезон, который был объявлен 15 января. Я думаю, что в этом году, точнее в будущем премиальном году, в премиальном сезоне он будет объявлен раньше. В этом году, поскольку первый раз премиальный сезон начался 15 января. То есть, с 15 января издательский совет принимал заявки. А 26 мая уже состоялась торжественная церемония избрания и награждения лауреата. Я прошу прощения, давайте поподробнее позже, потому что у нас есть звонок от телезрителя. Нижний Новгород у нас на связи. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот книга, значит, у меня, я купил книгу, Ира Симонова Самсона. Какое отношение к книге? Книга очень, по-моему, такая серьезная, сильная, значит. Но там грифа нет, и некоторых, значит, товарищей есть к ней, так сказать, негативное отношение. Как ваше мнение в этой книге? Я могу только личное свое мнение высказать. Мнение, основанное на позиции Синодальной комиссии по канонизации. Насколько мне известно, ставился вопрос о канонизации Ира Симонаха Самсона. То есть была инициативная группа, которая выступала с данным предложением, с данной инициативой. И комиссия по канонизации, изучив соответствующие материалы, сделала вывод о невозможности канонизации данного лица, данного старца в лике святых. Поэтому что здесь можно сказать? Известно, что существует множество почитателей Ира Симонаха Самсона. Эти люди, естественно, имеют полное право относиться к нему так, как они относятся. Но еще раз повторяю, что церковь оставляет за собой право свое отношение формулировать. В данном случае позиция издательского совета в отношении к публикации произведений данного старца основывается на позиции комиссии по канонизации. То есть, насколько я могу судить, гриф издательского совета не предоставляется книгам авторства, которых принадлежит или приписывается Ира Симонаху Самсона. Ну, это пока еще, наверное, на рассмотрение точной информации позже можно получить? Или уже решение принято? Вы знаете, на моей памяти его книги не рассматривались. Возможно, это делалось раньше. Но просто я на данном примере объясняю логику. В частности, могу еще один пример привести. Ну, вот в частности, в отношении, скажем, почитания воина Евгения Родионова. Да, существует почитание в народе. И вот один известный, уважаемый московский патриарей предоставил в издательский совет сборник проповедей, в одной из которых он именует данного воина мучеником. Но все-таки, когда священник Самвона именует кого-либо мучеником, конечно, люди это воспринимают в прямом смысле слова. То есть, воспринимают этого человека как мученика прославленного церкви. Но все-таки, пока нет церковного решения по данному вопросу, опять-таки, издательский совет занял позицию. Или убираете проповедь, или не именуете мучеником данного человека, данного воина, или не получаете гриф. То есть, в данном случае, позиция издательского совета не может расходиться с позицией других профильных синодальных отделов. Поэтому, во многих случаях, когда к нам поступают произведения специфической тематики, в частности, относящиеся к сфере молодежного служения, миссионерского служения, или к атихизаторской деятельности, то мы направляем данные книги в соответствующие профильные синодальные отделы, или, в частности, в Патриарший совет по культуре, и просим их сделать заключение относительно целесообразности предоставления грифа. Вот таким образом это работает. Ульяновская область у нас на связи. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Спасибо, господин. Здравствуйте, мальчика. Здравствуйте, а ведущий. Здравствуйте. Я недавно приобрел детский молитвослов. И здесь, значит, он рекомендован к публикации издательским советом Русско-Православной Церкви. Замечательно. Сам русский, вот молитвослов, сам, вот то, что содержание его. Так. Изумительные молитвочки для детей. Так. Вот, я их приобрел, три штучки, как подарочные. Ну, само вот иллюстрация оформления, вот на Броскина первой, оно чисто католическое. Вы понимаете? И кто издал этот молитвослов? Село Николай-Пагоз, Нижегородская область, городецкий район. Понимаете? И вот уже я, как бы, в опасении дарить такой молитвослов. Спасибо за замечание. Спасибо, да. Ну, понятно, что сколько людей, столько мнений, так сказать, что имеется в виду под католическим изображением, тоже хотелось бы уточнить, да, потому что, как мы знаем, есть определенный стиль иконографический, который, в общем-то, не отвергается нашей Церковью, да. Поэтому, все-таки, учитывая, что мы оцениваем не только содержание, но и оформление, то есть форму, да, все-таки основное внимание уделяется, конечно же, содержанию книги. Вот, поэтому, хотя бывали случаи, когда мы отправляли книгу на доработку или даже отказывали в предоставлении грифа на основании того, что иллюстративный ряд или какие-то иллюстрации не устраивали коллегию. Такие случаи бывали. Вот, но все-таки в данном случае, ну, как и сам уважаемый наш зритель отметил, молитвы очень хорошие, детям они нравятся и могут быть полезны. Так что, потому что, все-таки, главная задача молитвослова – научить ребенка молитве, да, а если он уже захочет познакомиться с образцами православной или западной иконографии, то тогда он может обратиться уже к соответствующим изданиям, к альбомам, иллюстрированным. У нас Омск на связи. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я ей звоню из Омска. Планируется ли издание книг профессора Академии Московской Духовной Дунаева «Православие и русская литература» и «Вера в горниле сомнений»? Спасибо за вопрос. Да, это, опять-таки, вопрос не то, что не по адресу, да, это вопрос к издателям, все-таки, в большей степени, гораздо. Но за этот вопрос я очень благодарен, потому что, опять-таки, одним из направлений деятельности издательского совета является тематическое планирование, да, то есть составление некоего такого общецерковного издательского плана, который издательский совет мог бы рекомендовать издателям, да, указывая на определенные приоритеты, да, в этой сфере. И подобная работа ведется, да, у нас даже создан соответствующий секретариат, и я думаю, что в ближайшее время мы это направление, так сказать, постараемся усилить для того, чтобы православные издатели могли бы получить какие-то рекомендации и ориентиры, да, потому что все-таки издатель, ну, даже если у него крупное издательство, он все равно немножко варится в собственном соку, и ему не очень хватает вот такого объемного зрения, объемного видения ситуации, да, а все-таки издательский совет, куда стекается информация из разных издательств и, можно сказать, из разных стран, конечно, обладает более полной информацией, и на основе этой информации может давать какие-то рекомендации, которые он и будет давать, и будет делать. Что касается книг покойного Михаила Михайловича Дунаева, которого я прекрасно знал и был его учеником, конечно, можно поднять только две руки за то, чтобы эти книги и издавались, и переиздавались, и приносили ту огромную пользу, которую они приносят, несомненно. — Краснодарский край у нас на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, задавайте свой вопрос. — Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я звоню из Краснодарского края. Меня зовут Людмила. Если вы читали книгу Валерия Семельникова «Возлюби болезнь свою», ваши отношения? — Я, к сожалению, не читал эту книгу, соответственно, не могу сформулировать отношения. Но если вас интересует этот вопрос, вы просто можете обратиться к нам непосредственно в издательский совет. Я могу здесь назвать адрес интернет-сайта издатсовет.ру. Соответственно, там вы найдете необходимую информацию относительно того, в частности, был ли предоставлен гриф издательского совета данной конкретной книги, которой вы интересуетесь. — Спасибо. Давайте вернемся к Патриаршей премии. Вы сказали, что прошло награждение уже. — Да. Значит, 26 мая состоялось избрание и награждение первого лауреата Патриаршей литературной премии, которым стал известный нашовский писатель Владимир Николаевич Крупин. Все мы за него очень порадовались, его поздравляли. И, к счастью, я могу сказать, что наши ожидания оправдались в отношении и самой этой церемонии, и в отношении того, как она была воспринята обществом, не только нашим церковным, православным, но и светским. Вот я могу с удовлетворением констатировать, что в целом отношение было позитивным, и эта инициатива церкви была, в общем-то, воспринята, я бы даже сказал, с энтузиазмом. Потому что не только православные люди, но и люди светские уже изголодались по хорошей, качественной, настоящей литературе, большой литературе, я бы так сказал. Поэтому то, что эта премия состоялась, а помимо лауреата, ведь существует еще и список доминантов, так называемый короткий список, соответственно, это опять-таки ориентир для читателя, задающегося вопросом, что читать. Вот, пожалуйста, те авторы, те писатели, которые вошли в короткий список, по меньшей мере достойны того, чтобы с их творчеством наши современники ознакомились. Это действительно достойные люди, достойные писатели, так сказать. Поэтому я бы в этом смысле рекомендовал нашим зрителям обратиться к их творчеству. Надеюсь, что они не пожалеют. У нас Волгоградская область на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Как относиться к литературе, в данном случае к Библии, которая выпускается без грифа? Просто я столкнулась с такой ситуацией в обычной городской библиотеке. Хочется почитать, конечно, но есть некое опасение. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что ваши опасения не беспочвены и не безосновательны. Большую часть изданий Священного Писания в России в настоящее время издает Российское библейское общество. Это организация, с которой у нашей Церкви существуют вполне конструктивные и дружественные отношения, но в то же самое время это не церковная организация. То есть я бы хотел это отметить и подчеркнуть. И поэтому все-таки я бы рекомендовал вам пользоваться теми изданиями Священного Писания, которые имеют гриф по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси. То есть если это издание, соответственно, на русском языке, это синодальный перевод или, соответственно, это дореволюционные издания. Ну, конечно, тогда гриф был иным несколько, да, так сказать, эти издания имели гриф цензурного комитета. А уже начиная с 1956 года, если я не ошибаюсь, именно в этом году вышло первое издание Священного Писания в современной орфографии. Оно как раз-таки было подготовлено к изданию издательским отделом Московской Патриархии. И потом уже на основе этого текста предпринимались иные издания. И на настоящий момент как раз-таки издательский совет является правообладателем наиболее такого точного и выверенного текста Священного Писания на русском языке. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Арзамас у нас на связи. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Батчика, вы оставите? Бог благословит вас. Здравствуйте. У меня есть псалтырь. Очень старый. 1830 года издание. Но здесь написано, что католическая вера, самая правильная, это идет предисловие. Вот. И меня это очень смущает. А на каком языке? На старославянском. Угу. Может быть, имеется в виду не католическое, а кафолическое? Там через фиту написано или как? Да. Наверное, точно. А что это такое? Кафолическое – это значит соборное. Соборное. В переводе с греческого языка. В символе веры мы исповедуем, что мы веруем во единую святую соборную и апостольскую церковь. Так что, кафолический – это просто в переводе на греческий язык соборный. Да, поэтому это просто, очевидно, ну, издание 1830 года, в ту эпоху наша церковь именовалась греко-российской, кафолической церковью. Вот, поэтому я думаю, что не нужно иметь никаких опасений, и вы можете совершенно спокойно пользоваться этим изданием, уникальным, судя по всему. Вернемся опять к патриаршей премии. Вы упомянули короткий лист, а можем поподробнее, что такое короткий лист? Короткий список. Короткий список существует в каждой премии. Это список номинантов, которые отбираются, в данном случае, советом экспертов, из всех писателей, которые были заявлены на данную премию. В этом году в короткий список вошло 7 человек, 7 писателей, 7 номинантов. Определял короткий список совет экспертов, который возглавил ректор Литературного института Борис Николаевич Тарасов. То есть, совет экспертов – это тоже такой компетентный представительный орган, в который вошли и литературоведы, и писатели, литературные критики, священнослужители. И уже потом из этих 7 номинантов Палаты попечителей премии тайным голосованием, которое проходило, между прочим, в прямом эфире, избирало лауреата. Вот таким образом, собственно говоря, и был определен первый лауреат ПТАШ литературной премии. Липецк у нас на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Отец Ефимович. Я вот звоню по поводу вот такого вопроса. Вот у нас в Липецке очень распространены книги, откровенные рассказы духовному своему отцу, там про Иисусову молитву. Вот книжка, это уже давно известно, что там, ну, советы все правильно там даются, как вот творит Иисусову молитву. Но в основном там все вот эти плоды, которые приобрели в стране, они и в церквях я видел, и в монастырях, и как бы с этим ни борьбы никакой, и народ билеты читает. Вот как вот с этим бороться, как вот. Да. Спасибо. Хороший вопрос тоже, да. Вот как раз-таки вот по отношению к таким изданиям мы хотели бы использовать гриф не рекомендованно к распространению, а допущено к распространению. Вот если взять вот данную конкретную книгу, да, откровенные рассказы странника о духовном своему отцу. Это памятник русской духовной литературы. Да, конечно, опять-таки, существуют разные традиции прочтения этого произведения, существуют разные отношения, да, так сказать. Ведь некоторые считают, что автор этот находился в прелести, да, тем более автор этот по одним, опять-таки, сведениям считается неизвестным. Другие исследователи утверждают, что они установили авторство. То есть тут очень много вопросов вокруг этой книги. Но, несомненно, одно. Эта книга является уже памятником, памятником русской духовной литературы. Поэтому ее не то что запрещать, но даже не допускать к распространению мы не имеем права. Но вот в таких случаях мы рекомендуем издателям снабжать такие издания соответствующими комментариями. Или поместить предисловие, в котором бы раскрывалась определенная сложность, так сказать, данного текста. Или снабжить его комментариями, да, в которых разъяснялись бы определенные моменты, которые могут вызвать смущение. То есть это уже вопрос издательской культуры. И обязательно, если эта книга поступит нам на рассмотрение, вот такие рекомендации будут даны. У нас Челябинск на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Эти книги были одобрены, и приобрела их в православных магазинах, и одобрены священниками. Через некоторое время я, к сожалению, и к радости услышала разные мнения. Кто-то сказал из батюшек, выбросьте эти книги, те, кто раньше одобряли. Вот сейчас я вообще, как психолог, получив некоторую и большую помощь через эти книги, понимаю, что нужно зерна от плевел отделять. И сейчас бы я хотела, если возможно, узнать мнение, как отнестись к его работам. Спасибо. Исключая отношение к его личности, конечно. Вот я думаю, что это очень правильное было замечание, что в некоторых случаях нужно, так сказать, отделять произведение от личности автора. Потому что, например, ну пожалуйста, мы можем взять того же Оригена, очень известного церковного писателя древности, который, к сожалению, на определенном этапе своей жизни уклонился от православия, отошел от церкви и скончался вне общения с церковью. Но, тем не менее, так сказать, своими произведениями, которые были созданы в тот период, когда он еще находился в общении с церковью, он принес огромную пользу церкви. И впоследствии многие церковные писатели на него не только ссылались, но считали его своим учителем. Так что я думаю, что примерно подобный же подход нужно, так сказать, применить и в отношении Игумена Евмения. Насколько мне известно, это очень такой деятельный священник, который, так сказать, занимался активной миссионерской и пастерской работой, и педагогической работой в том числе. Издавал прекрасную литературу, да, но в какой-то момент, может быть, вот его такая активность несколько его, ну так сказать, выбило из колеи, да, то есть он как-то уклонился, что называется, на сторону далечия. Мне его нынешняя судьба неизвестна, да, но я думаю, что если эти книги, о которых вы говорите, были изданы по благословению правящего архиерея, который все-таки нес ответственность, так сказать, за эти издания, равно как и за рукоположение, да, вот данного клирика, я думаю, что вы можете читать их, так сказать, совершенно спокойно. Другое дело, что, опять-таки, если эти книги к нам попадут на рассмотрение в издательский совет, будет коллеги наши принимать, так сказать, решение уже в свете, так сказать, тех событий, которые произошли с отцом Евмением, так сказать, в последнее время. Красноярск у нас на связи. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, говорит Красноярск. Добрый. Не знаю, у нас вечер, а у вас уже вечер. Библия издается очень мелким шрифтом. Евангелие и Псалтель редко встретишь, но есть. Нам после 60-ти очень трудно читать, а как хочется читать Библию. Спасибо. Спасибо за замечание, за пожелание. Обязательно передадим ваше пожелание издателям, что, в общем-то, тоже является одной из функций издательского совета. Вообще, я могу сказать, конечно, это уже свое личное мнение, я в данном случае выражаю, что, конечно же, очень хотелось бы, чтобы у нас в Роскоправославной Церкви издание Священного Писания было поставлено на более высокий уровень. Потому что, к величайшему сожалению, мы в настоящее время главным образом часто вынуждены пользоваться теми изданиями, которые выпущены, так скажем, какими-то другими издателями, в том числе и протестантскими издательствами и католическими. Так что, это, опять-таки, такое пожелание нашим издателям. Другое дело, что, конечно, издавать Священное Писание – это очень серьезный труд, и далеко не каждый издатель за него готов взяться. Но при этом еще раз готов сказать, что у нас в издательском совете существует электронная версия текста Священного Писания, которую мы готовы предоставить любому издателю, в том числе и для того, чтобы, например, издать Священное Писание для слабовидящих, или просто для людей уже действительно пожилых, может быть, более крупным шрифтом. Пожалуйста. То есть, это уже вопрос взаимодействия издательского совета с самими издателями? Да, с самими издателями, совершенно верно. Все зависит от их желания, от их возможностей. Да, да. Ну, вот я, так сказать, действительно как-то с удивлением отмечаю для себя, что почему-то наши издатели не очень охотно издают Священное Писание. Почему-то их это мало привлекает. Ну, может быть, это со спросом связано? Ну, возможно, и с этим. Может быть, это еще связано с тем, что действительно, в частности, тоже российское библейское общество издает Священное Писание на очень высоком полиграфическом уровне и продает по достаточно низкой цене, да, используя там свои возможности, так скажем, да. И поэтому многим нашим издателям, частым издателям особенно, конечно, тяжело тягаться вот с такой вот хорошо отлаженной структурой. Но я считаю, что это общее церковное дело, которое, конечно, нам еще предстоит, так сказать, как-то развивать, вне всякого сомнения. Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждали, собственно, то постановление Священного Синода, которое вступит в силу с 1 июля о рецензировании всех печатных, аудио- и видеоматериалов, которые будут распространяться посредством, собственно, Русско-Православной Церкви. Будет гриф стоять на самих изданиях, который говорит о том, что сам издательский совет принял решение о том, что это продавать и читать безопасно, скажем так, для нас с вами. Я напоминаю, что сегодня с нами ввел беседу заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви, секретарь Совета экспертов, патриарша литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Егумен Ефим Моисеев. Батюшка, большое спасибо за интересную содержательную беседу, но, к сожалению, время уже истекло. Поэтому прощайся и всем вам доброго. Всего доброго. Уважаемые телезрители, спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!